Еще 12 августа 1941 года посол Великобритании в СССР Стаффорд Крипс Записал в своем дневнике такую фразу Сегодня утром мы обсуждали вопросы, связанные с возможной эвакуацией из Москвы Правда, и в августе, и в сентябре, и даже в начале октября Сотрудники иностранных посольств и миссий все еще оставались в Москве И только к середине осени их вместе с семьями эвакуировали за Волгу в Куйбышев Где к этому времени для них подготовили помещения В которых отныне они будут жить, работать, следить за сводками с фронтов Которые становились час от часу все тревожнее От Советского информбюро Последний час Наши войска вели ожесточенные оборонительные бои Сдерживая наступление ударных фланговых группировок противника И отражая его вспомогательные удары на Истринском, Звенигородском и на Рафаминском направлениях Короткая схватка на лестнице шаткой На лестнице падкой Короткая шутка на лестнице чуткой Короткая встрепка на лестнице шлепкой На лестнице хлопкой Последняя взбежка по лестнице дрожкой Последняя кошка. А вот эта совсем недрожкая и не шаткая лестница появилась на свет в самом начале 20 века, когда архитектор Щербачев построил этот особняк для предводителя губернского дворянства Александра Николаевича Наумова, будущего министра земледелия Российской империи. Ну вот в октябре 1941 года этот особняк вновь преобразился, и в него въехали сотрудники посольства Великобритании и Северной Ирландии с семьями и обслуживающим персоналом. Сразу же по прибытии в Куйбышев 21 октября посол Великобритании сделал в своем дневнике следующую запись. Прошлой ночью я видел Вышинского и понял, что нас, может быть и нехотя, но обвели вокруг пальца. Ситуация чрезвычайно серьезная. Советское правительство не переехало в Куйбышев, здесь нет никого из учреждения Никояна, и даже сам Молотов, несмотря на все его заверения, тоже остался там, в Москве. Таким образом мы здесь изолированы и не можем решить ни одного вопроса. Сталин просчитал почву через вот эти нейтральные страны. И во многом благодаря послам здесь, в Куйбышеве, удалось узнать, что Турция после Сталинградской битвы не примет участие в войне, в том числе и Япония не приняла участие в войне. И позиция здесь британских послов именно в Куйбышеве была очень важна, потому что знаменитый парад, который состоялся здесь, в Куйбышеве и Самаре, естественно, тоже повлиял на позицию союзников. И он доносился в эту позицию через послов. А у меня в руках документ, датированный 8 июля 1942 года. Кроме даты, в правом верхнем углу читаем. Посольство Соединенных Штатов Америки Куйбышев СССР срочно. Это нота, адресованная его превосходительству Народному комиссару иностранных дел Молотову от посла Соединенных Штатов в СССР Уильяма Стэндли. Ваше превосходительство, я имею честь сообщить вам, что только что получил телеграмму Госдепартамента с указанием сообщить правительству СССР, что правительство Соединенных Штатов единогласной резолюции Конгресса, подписанной президентом, объявило, что между Соединенными Штатами и Болгарией, Венгрией и Румынией существует состояние войны. Примите ваше превосходительство, заверение в моем самом высоком уважении и почтении. Изначально американцы предоставили очень высокие требования, и исходя из них особняка достаточных размеров в центре, видимо достаточно обустроенных, не нашлось. Но это мое предположение, потому что иначе это действительно объяснить, что их на Некрасовскую 62 вытеснили сложно. Но нам куда была важнее, конечно, военная миссия США, она была гораздо ближе к площади Куйбышева, занимала нынешний детский сад возле историко-кроведческого музея Алабина, Садовая 143. И почему она нам была гораздо интереснее? Потому что британская военная миссия Степана Райзена 106 и американская военная миссия вместе здесь организовывали ленд-лиз. То есть вот тот замечательный фрагмент наших добрососедских взаимоотношений, которые есть в отношениях между Россией и США, это ленд-лиз. То есть поставки нам стратегических материалов, вооружения, боеприпасов и боевой техники в годы войны формировался и развивался именно в Куйбышеве. Порядка 25-30% ленд-лиз по разным оценкам поступало к нам через трансиранский коридор, то есть через Волгу опять же, шло через Куйбышев. Получается, что мы были еще и частью этого пути, то есть они и разрабатывали эти поставки, и контролировали их. Для нас это были очень важные сотрудники. Поэтому американская военная миссия располагалась на Садовой, была гораздо ближе, да, и в очень приличном особняке. Они нам были важнее. В это же время в Куйбышеве бывали общественные и политические деятели из Соединенных Штатов Америки. И среди них побывавший в Куйбышеве осенью 1942 года личный представитель президента США, Великобритании, СССР, на Ближнем Востоке и в Китае Льюис Уэндал Уилке. Самолет с высоким гостем приземлился на Куйбышевском аэродроме 17 сентября 1942 года. А уже вечером здесь, в особняке на Некрасовской 62, был устроен торжественный прием, куда были приглашены работники Наркомата иностранных дел, главы дипломатических миссий и местные куйбышевские власти. Все же остальные, спешившие по своим делам горожане, даже не догадывались о том, что в этот вечер здесь, на Некрасовской 62, произносились слова и тосты, от которых, возможно, зависел исход той самой страшной войны, которая пока еще была где-то далеко и совсем рядом. Войны, от которой нельзя было укрыться и которая нашла бы тебя, где бы ты ни был и о чем бы ни думал. Впрочем, в программу пребывания личного представителя президента Соединенных Штатов Америки в СССР входили не только тосты. Программа была деловой и насыщенной. Об этом свидетельствует документ, который я держу в руках. Он называется «План проведения времени вылки в Куйбышеве». В правом верхнем углу этого документа читаем секретно. Здесь же, в этом плане, читаем осмотр завода номер 18 и завода номер 24. Просмотр боевого киносборника и фильма «Черноморцы». По желанию, осмотр совхоза Степана Разина и совхоза имени Куйбышева Ставропольского района. Вечером – «Лебединое озеро» в Большом театре. «Я в восторге от приема, оказанного мне в Куйбышеве», – заявит спустя несколько дней уилки наркому Молотову. И чем больше я вижу из того, на что не наложено ограничительного запрещения, тем ярче будет картина России, которую я смогу нарисовать для американцев. Мы наметили кинофестиваль, который назвали таким очень мирным именем «Тишина» и пригласили к участию в этом кинофестивале все иностранные депмиссии посольств, которые здесь у нас жили. Логика была простая. Мы написали письма во все дипломатические миссии и попросили рекомендовать фильм о Второй мировой войне, созданный в их стране или с участием их актеров, который они считают, отражают историю участия их страны во Второй мировой войне. Все они, кстати, нам отписались. Ну, не все, а 18 депмиссий и посольств. Там английская депмиссия прислала даже какое-то письмо, которое хранилось у них и было отправлено из Куйбышева в Великобританию. Таким образом мы собрали полуфильмов, а вот на открытый показ мы пригласили представителей посольств. К нам приехали чрезвычайные посолы Болгарии, к нам приехал консул по культуре посольства Греции, приехал первый консул посольства Австралии, руководитель Института дружбы России и Норвегии. И вот в таком составе мы открывали наш кинофестиваль. А вот этой лестнице одного из известнейших в Самаре зданий, где и столетия назад, и сегодня размещается одна из самарских гостиниц, пришлось услышать в годы войны не только голоса дипломатов и их близких. Москвичи и ленинградцы, писатели и журналисты, эвакуированные в Куйбышев и оказавшиеся здесь ненадолго проездом. Звучала здесь и иностранная речь тоже, потому что именно в гостинице «Жигули» разместился в годы войны французский национальный комитет. О чем была эта речь? Увы, в ней преобладали не самые радостные интонации. Ведь еще 10 июня 1940 года немецкие войска без боя заняли Париж, и новое французское правительство обратилось к Германии с просьбой о перемирии. Франция капитулировала. Еще несколько дней спустя военные действия между Францией и Германией закончились официально. В результате почти 60% страны, включая Север, Запад, Париж и все Атлантическое побережье, были оккупированы немецкими войсками. Французская армия была разоружена, передав все тяжелое вооружение вермахту. Остались только совсем небольшие соединения для поддержания порядка, которые контролировались Германией и Италией. Но почти одновременно с этим началась история французского сопротивления, связанная с именем последнего великого француза, генерала Шарля де Голля. В конце 1940 года в возглавляемом им движении было всего 7 тысяч человек, но через два года эта цифра увеличилась в 10 раз. А 26 сентября 1941 года Москва признала де Голля руководителем всех свободных французов. Вот об этом и говорилось на этой самой лестнице, в то время, когда судьба назначила Куйбышев запасной столицей.